Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Владыка Анастасий провел последнюю литургию для горожан. С Днем Знаний в Ульяновске малышей посвятили в первоклассники и вручили подарки. В Ульяновске появится гоночная трасса и парк активного отдыха. Из Ульяновска самолеты будут летать в Дубай. День Знаний в Ульяновске отметили масштабно. Праздничные мероприятия прошли на площадках города, в парках и дворцах культуры. На Соборной площади прошел губернаторский прием первоклассников. Сергей Морозов поздравил первоклассников, а также вручил ранцы и канцелярские принадлежности по программе «Помоги собраться в школу». «Первый раз в первый класс» – девиз каждого Дня Знаний для всех первоклассников страны. Накануне глава региона поздравил молодежь с этим замечательным праздником, особо уделив внимание первоклассникам. «Мы очень хорошо готовились, дорогие ребята, к тому, чтобы, придя в школу, каждый из вас был по-настоящему обрадован, удивлен, восхищен, потому что вы приходите в лучшие российские школы. Вы приходите для получения самого лучшего в мире образования». На Соборной площади прошла торжественная церемония приема в первокласснике и произнесение клятвы учеников. С трепетом слушали слова клятвы не только маленькие мальчишки и девчонки, но и их родители. «Я всем обещаю здоровым быть, в школу свою исправно ходить. Обещаю. Читать и писать обещаю прилично, и вранцы носить хорошо и отлично. Обещаю. Я всем обещаю таланты свои развивать, чтобы область Ульяновскую везде прославлять». В этом году за парты сядут 16 тысяч первоклассников Ульяновской области. Забывших дошкалят переживают родители. «В первую очередь это очень волнительно. Такое ощущение, как будто сами собираемся в первый класс. Хочется, чтобы все было хорошо, чтобы все успеть, все получилось, чтобы ребенку обязательно было комфортно и не страшно, потому что для него это очень ответственный момент, ответственный шаг в его жизни». Практически для каждого человека школа – это второй дом. Именно знание и воспитание, полученное в учебном заведении, формируют личность. Наши главные педагоги в жизни – это первые учителя. «Мне очень приятно, что оценили мою работу, такую скромную. Естественно, это стимул в дальнейшем. Хочется больше работать, трудиться, вкладывать какие-то творческие свои начинания». 1 сентября на Соборной площади прошла торжественная церемония награждения учителей и вручения подарков участникам акции «Помоги собраться в школу». «Сегодня завершается акция, 1 сентября, начало учебного года, поэтому сегодня мы вручим подарки еще 15 семьям. А вообще в течение этого летнего периода мы оказали помощь 23 тысячам семей, примерно потратив на эту сумму порядка 40 миллионов». На эспланаде на Венце были организованы интерактивные площадки для детей и их родителей. Гостей праздника развлекали показательными выступлениями и мастер-классами от спортивных школ, а поздравляли детские коллективы учреждений дополнительного образования творческими номерами. В День знаний на площади перед домом правительства каждый малыш получил бесплатное мороженое, лимонад и билет в аквапарк. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправды.ТВ. А сегодня школьники отправились в учебные заведения на торжественной линейке и первые звонки. К учебе приступили и студенты вузов и СУЗов. Первый школьный звонок в новом учебном году прозвенел в ульяновских школах. В этом году за парт весят более 16 тысяч первоклассников. В старейшем учебном заведении Ульяновска почетной миссии дать первый звонок удостоилась Элина Морозова. Дочь главы области пошла в первый класс гимназии номер один имени Ленина. Гостем торжественной линейки стал губернатор, поздравивший всех гимназистов, учителей и родителей с Днем знаний. Первый учебный день сентября традиционно занимает особое место в нашем праздничном календаре, в наших сердцах. Это по-настоящему замечательный, светлый, добрый праздник. В праздничный день все первоклассники гимназии получили бесплатный билет в театр юного зрителя и отправились на свой первый урок. Он носил название «Урок победы» и был посвящен нашим славным предкам, сумевшим отставить страну в Великой Отечественной войне. Родители первоклассников с волнением встречают этот праздничный день. У тех, кто этот важный рубеж уже преодолел, спокойствия больше. Мы идем уже как себе в дом родной, то есть, конечно, не знали ни родителей, ни детей. Был очень сложный год, но сейчас мы уже многому научились, со многими познакомились, очень оценили эту школу, очень довольны. И вспоминают, как 1 сентября проходила у них в школе. Традиции остаются неизменными, а школьный год запоминается очень хорошо. До сих пор, когда песня звучит, учат в школе, я какой-то, вот знаете, вот такое волнение, слезы наворачиваются, вот такое же торжественное настроение. Я помню, я вела мама с папой, родители вели. Первый раз в первый класс. Эта фраза актуальна не только для школьников, но и для студентов. Только вместо классов у них и университетские аудитории. Для первокурсников все тоже в новинку. Чувство, знаете, определенно небольшое волнение. Это все-таки новая жизнь, новые знакомства. Это жутко интересно и волнительно, я думаю, так. Хочу быть педагогом, потому что в данное время педагогическое образование, оно очень востребовано. И я считаю, что учить детей – это мое призвание. Будущих учителей ждет еще много дней знаний. Это большая честь, но и большая ответственность. Тем более, что когда выпускники Ульянского педагогического университета придут на работу в школу, в образовательных учреждениях будет много изменений. Перед педагогическими вузами России особая задача, поскольку идет национальный проект образования. И вот те, кто пришел к нам в этом году на первый курс, это те, кто будут реализовывать этот национальный проект. В этом году на первый курс в университете поступило 1100 человек. С начала нового учебного года их поздравил губернатор Сергей Морозов. Егор Титов, Руслан Баталов, Новость Уллправда ТВ. В связи с достижением 75 лет митрополит Анастасия отправлен на покой с правом служения в Казани. Последнюю литургию владыка провел накануне. Поздравить и сказать спасибо собрались сотни ульяновцев. Подробнее в нашем репортаже. Накануне в главном соборе Ульяновска прошла последняя литургия митрополита симбирского и новоспасского Анастасия в качестве главы симбирской митрополии. 27 августа владыке исполнилось 75 лет. С юбилеем на богослужение его поздравил губернатор Сергей Морозов. Глава региона передал владыке в дар икону Иоанна Евангелист, а также наградил почетным знаком за веру и добродетель. Примите самые искренние, самые теплые и самые сердечные поздравления с 75-летием со дня вашего рождения. Мы очень признательны вам за многолетнее архипастерское служение, за вашу неустанную просветительскую, миссионерскую деятельность во благо нашей великой и малой Родины. На богослужение пришло большое количество прихожан, среди которых были представители власти и общественности. Много что научились ему, потому что у него всегда такие хорошие, добрые проповеди были. И закладываются они в душу, всегда закладываются, и стоит призадуматься о жизни потом. Дай Бог ему здоровья, многие лета. И я уверена, что этот человек будет молиться о нас, о нашей губернии, о нас, о своих прихожанах, а мы будем всегда вспоминать его в своих молитвах. Теперь место главы Симбирской митрополии займет митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. Решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви по прошении самого владыки Анастасия в связи с возрастом. Он отправлен на покой с правом служения в Казани. За время служения на Симбирской земле митрополит Анастасий совершил больше тысячи богослужений. Количество храмов и часовьями возросло со 104 до 128. Активно восстанавливается Спасский женский монастырь. При Симбирской епархии открыт Центр православной молодежи. Его участники реализуют социально значимые проекты, направленные на духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. Мы хотим сказать большое спасибо за ту поддержку, которую он оказывал нашим курсам. И не просто курсам, но и мне, как человеку. С участием руководства Симбирской митрополии открыт православный спортивный клуб единоборств «Муромец». Его воспитанники занимаются в секции самбо, участвуют в духовно-просветительских встречах. Кроме того, под руководством митрополита на территории области реализован проект по созданию духовно-нравственных центров. Также выстроена система поддержки малообеспеченных граждан и семей духовенства, оставшихся без кормильца. По инициативе байкерского клуба «Ночные волки» в Заволжском районе появится парк активного отдыха с площадками для мотокросса, гонок на выживание и всесезонных развлечений. Проект поддержал глава региона Сергей Морозов. В порядок приведут территорию Петрова Оврага. Первые гонки на территории пройдут уже 28 сентября. «Сейчас мы написали бизнес-план, который рассчитан на три года. Мы хотим в первую очередь реанимировать трассу для мотокросса, которая уже не работает 10 лет. Ну и в первую очередь навести порядок на той мусорной свалке, которая была доступна для всего района Заволжского района». Парк планирует сделать круглогодичным, установить горки, каток, лыжную трассу. Ведь зимой Петров Овраг – излюбленное место отдыха заволжцев. Также в планах проведения соревнований, байк-шоу и гонок. 2020 год в Ульяновской области посвятят молодежи. А пока составляется график мероприятий на следующий год и формируется предложение по поддержке молодых талантов. Глава региона встретился с лидерами областных молодежных организаций по вопросу старта Года молодежи. Год молодежи в Ульяновской области стартует в 2020 году. Глава региона подписал документ, где говорится, что каждому молодому специалисту в течение тематического года будет оказано больше мероподдержки, предоставлено больше возможностей для реализации своих проектов. Интересная папка с дирком в Ульяновской области. Здесь находятся уникальные документы, которые прямо завтра у всех чиновников Ульяновской области вызовут трепет и уважение, потому что здесь мало того, что герб региона находится, но и само распоряжение об объявлении 2020 года в Ульяновской области Года молодежи. Во время встречи ребята обсудили приоритетный проект различных молодежных некоммерческих организаций для включения их в план проведения Года молодежи. Мы знаем, что 2020 год на территории региона будет объявлен именно молодежью. И сегодня мы будем обсуждать все те основные моменты, как мы можем объединить все наши усилия для того, чтобы именно в Год молодежи мы могли стрельнуть общей такой молодежной командой региона в общую цель и трубить везде о том, какая молодежь Ульяновской области действительно талантливая, какая она творческая. Главное, по словам молодых и инициативных, нужно кооперироваться всем молодежным организациям, делиться опытом друг с другом. Но самое главное – выработать единую стратегию развития молодежной политики, особо уделив внимание молодым специалистам. Нам не хватает корпоративной культуры. Я вот от себя говорю, как молодой врач, как врач-ординатор, офтальмолог о том, что, к сожалению, наша отрасль немного разобщена. И для этого сейчас стартует крупная программа по работе именно с молодыми специалистами. Отраслевой подход. Три ведущих отрасли на данный момент – это Министерство образования, Министерство здравоохранения Ульяновской области и развитие сельских территорий. Итогом мероприятия стал своеобразный стенд из памятных тарелок. Ребята определили для себя приоритетные проекты, которые они хотят развивать сообща. И оформили из расписанной посуды своеобразную инсталляцию, как памятку, на дальнейшую работу по году молодежи. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Сегодня в Ульяновской области начинается тематическая неделя нацпроекта здравоохранения. В него входят несколько подпрограмм, одна из которых направлена на ремонт и строительство учреждений здравоохранения. Онлайн-записи и электронные карты пациентов появились в одном из пригородных ФАПов. Как к прогрессивным идеям отнеслись местные жители и что думают врачи о переходе на цифру, расскажет Виктория Черкова. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Белый Ключ сделали цифровым. В учреждениях провели скоростной интернет. С ним появились не только электронные карты пациентов, но и самые удобные из опций – онлайн-запись к узкому специалисту. К нам приходит пациент в назначенное время. Это удобно, никаких очередей. Каждый пациент подходит к своему времени. Также мы можем записывать повторно. Также они подходят тоже в свое выделенное время. Можем мы записывать также к узким специалистам в своей поликлинике или других поликлиник. Или также можем вести удаленную запись. Более трех тысяч человек обращаются за медпомощью в это учреждение. Это население поселка Белый Ключ, Плодовый и Загородный. Большинство из них – граждане почтенного возраста, которые не понаслышке знают о хронических заболеваниях. Пациентка Елисиния Малинова каждый месяц посещает ФАП. К терапевту она записывается по телефону. Как правило, прием начинается с обследования и выдачи инсулина. При необходимости участковый доктор записывает ее к профильному специалисту. Елисиния Касимовна призналась, что долго ей ждать не приходится. Время устанавливает. Очень удобно вообще-то стало по очереди, по времени. Придешь, народу – никого. Получается, что все здоровые. К узкому специалисту вы попадали через вашу терапевту? Знаете, к эндокринологу собиралась записаться. Она у нас только недавно вышла, поэтому я к ней собираюсь записаться. Напомним, строительство и ремонт медпунктов проходит в рамках реализации национального проекта здравоохранения. В него же и вошел региональный проект цифровизации медучреждений. В территории Ульяновской области у нас реализуется региональный проект создания единого цифрового контура на базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В рамках этого проекта у нас будет происходить до оснащения лечебных учреждений региона, автоматизированными рабочими местами, до оснащения работника сертификатами ключей электронной подписи, а также до оснащения центра обработки данных, на которых, соответственно, функционирует наша областная региональная медицинская информационная система. 413 медпунктов области будут оснащены компьютерами и интернетом. До пяти ФАПов прогресс уже дошел. Остальные же будут готовы к концу 2021 года. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Уллправдет ТВ. Авиаперелеты из нашего региона в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов начнутся с 27 декабря. Перелеты будет выполнять авиакомпания «Азур-Эйр». Вылет из Ульяновска запланирован на 13 часов 20 минут по местному времени. Перелет займет около пяти часов. По словам сотрудников аэропорта «Боротаевка», пока запланировано три рейса. На 27 декабря, а также на 3 и 10 января 2020 года. Завтра в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха составит 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4,8 метра в секунду. И это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин